всем доброго дня отличного денечка здесь у меня тут каши варю так полилось значит что у меня здесь я варю кашу перловку сейчас покажу как в пакетах такого типа просто крупа перловая 30-35 минут варится 3 пакетика значит и отдельно фарш хочу что-нибудь с очком с морковочкой помидорку добавлю просто кто захочет может быть мясо еще добавить вот захотел с каши на улице вроде как отличная погода вроде как не сильная жара так нормально комфортно для гуляния попозже пойдем гулять вчера на сайте увидела в ленте была короче распродажа станок мужской жилет фьюжен вот это оранжевый потом сумка косметичка такая ну как в наборе большая не можно как туристическую походная и гель для бритья полноценно 200 миллиграмм было 200 рублей на 100 9 рублей прикиньте пашка стран пошел уже нет то но естественно такие вещи быстро разберутся тем более что сейчас жилет естественно это санкции и он может быть даже скоро еще ищет в россии не знаю ничего не могу сказать вот так вот пошли прогуливаться а тут стал вопрос ну короче аня хочет на медицинский балансе а сейчас пошли узнавать медицинские допустим смотрите сейчас такая востребованная профессия идет фармацевтика вот там вроде как платные места сейчас пойдем узнавать все опять такая жара пипец по солнцу идешь очень жарко и могу я уже вся это не могу короче ходили мы по поводу куда пойти учиться таковой типа фармацевт 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 в принципе она сейчас такая профессия как сказать не то чтобы престижная в принципе ну вот я бывает требуется фармацевту с образованием да я считаю что быть фармацевтом не сам это это не худшая профессия вот наоборот когда ты знаешь таблетки ты знаешь к чему от чего и куда это сейчас здорово наше особенно сейчас в нашем мире это актуально вот значит что я хочу сказать на бюджет допустим мало куда попадешь на бюджет но я не говорю про высокие про высокие оценки баллы и все такое я говорю ну про средний вот как она закончила вот мало куда попадешь вот но то он сначала стран типа медицинский медицинский пошли значит фельдшер пожалуйста бесплатно поступаешь бюджетно вот не хочет платно фармацевт и этот короче как она сестринское дело там платно но я говорю ну давай тогда фармацевту будем платить вот не хочу опять уже не хочу не хочу платно думаю она думала бюджетная я бы я уже готова заплатить пожалуйста иди учись надо там до какого-то августа подать документы вот ну и то желательно бы поскорее а естественно там заплатить там до какого-то августа по полгода оплачивать я говорю давайте я буду заплатить не знаю сейчас там у нее какая-то смена настроения блин пошли короче в техникум торговые значит в техникум торговые что-то я так и не поняла почему юридическое правоохранить короче юристом быть но юристом опять же юристом сейчас юристов как честно сказать это неплохая профессия да здорово все но юристов опять же сейчас как собак нерезанных очень ну извините меня за выражение но они на каждом углу так же в принципе как и аптеке на каждом углу юристом тоже там быть кстати здорово это все вот тоже там платно идет сколько-то не юристом год чем-то учиться по моему потом есть экономисты бухгалтер вот бухгалтером я сама по себе хотела быть а когда вот закончила тоже одиннадцатом классом хотела бухгалтером быть а чё там у нас либо экзамены сдавать с математика как всегда плохо было либо платный платным будем наверное родители меня не потянули бы не знаю вот поэтому я пошла торгово училище вот ну и там у них также короче 40 тысячи за год платить и агро но сейчас вы даже еще про это не говорили я вот про медицинское сначала не косо медицинского час актуальное самое такое и врачи я просто хочу сказать что медицинские они неплохо зарабатывают даже в государственных больницах вот у меня сноха вот она не врач как как они медсестра вот медсестра они нормально зарабатывают я хочу сказать и у них по два месяца отпуска но там ты как хочешь разделяй какие-то сразу льготы все такое не знаю короче голова вот так вот все это то хочу то не хочу блин не хочет даже слушать у меня уже даже нервы не выдержали я уже наорала на нее блин читаешь думу никуда поговорим еще так все чушь у всех голова себе разболелась это подали документы посмотрим в мгл московский до финансовая поддали в москве медицинская что будет там планки уже сама голова разболелась пошли в ленту яблоки надо взять хочу кефир еще вот такие папа пушки взяли с чесноком нет молоко не рассказали яблоки самый дешевый он же там они прикольные ну и эти просто карамельки чаю все так немножко развелись на балкон если что не обращайте так на моих бардак здесь у меня кефир и пампушки с чесноком короче мы сегодня все переругались а потом помирились а подали документы в медицинское и на юриста вот короче ждем ждем ответки ждем результатов я просто знаете что офигела даже училище просто прошлись и поспрашиваем училище платное вообще фигели на медицинское техникум торговый ходили все везде платно а на бюджет он говорит там парень на бюджет после девятого были бесплатные места представляете а после 11 платно зашибись вот так вот образование прикольные булки я сегодня честно морально выдохлась особо ничего такого не сделала вот это все с профессиями то вообще во первых она не знала куда идти вообще ни я ни она не знаем не из того что из-за баллов там все такое а вообще по профессии сегодня одно зато другое она близнец и я близнец по гороскопу у нас вот такая вот каталась а вообще дурдом еще хочу показать у нас в неким более в магните распродажи вот такие вот матрасы без твой вот это односпальный ну как полуторка или односпальный как правильно вот девчонки распродажи 360 рублей это вообще дешево а двухместные были 600 рублей ну я взяла это славки если бы я знала и бы больше взяла бы славки который дачу купил дворина брат башки вот на неделе заберет его потому что там они все оформили сегодня документы все паша не оформили до купили оформили документы до оформили она две недели короче ждать что они на собственность и вот эти люди кто там живет должны съехать вот но уже это вероника который младшая дочка славкина уже все она хочет туда на дачу сначала у них были планы куда-то поехать отдыхать в берц хотел до от завода там я но может быть поедет в калининград если билеты дешевые да его друг короче приехал с калининграда он с нашел на кузнецком уже в среду уехал за 10 тысяч туда обратно короче взял билет он жил в нашем на кузнецке а он составка работала и они как бы дружили потом они всей семьей то есть его брат женой он сам отец это с отцом мы с матерью вернее то они уехали в калининград жить и вот он приезжал как бы получается сколько коса то раньше уехал приезжал на выпускной а на выпускной дочери они получается санька они учились с одного ядра и побыла да ну и вот славка говорит если типа возьмет такие тоже билеты как бы сесть калининград на недельку ездил бы вот пока там оформляется документ и все такое так у него отпуск только начинать у них с 11 до пока оформляйте документы это все такое вот короче ну да на дачу поедем посмотрим сейчас главное сейчас с учебу все чтобы устаканилось все ее пристроить и все да и мне к врачу сходить все подлечить мое здоровье такой сегодня короче сумбурный влог переживаний как бы все такое много что значит ладно моим хороший заканчиваю этот влог все всем пока до завтра влога влога